Ребята, это Galaxy Note 9, вот прямо сейчас свеженький, сдирая из него пленки. И сегодня я вам расскажу о, пожалуй, трех самых важных изменениях в этом смартфоне. Хотя, если вы посмотрите на него, то, казалось бы, здесь никаких нет изменений, ну, с точки зрения, да, дизайна. И это прекрасно. Знаете, почему это прекрасно? Потому что 2018 год, с точки зрения дизайна всех смартфонов, это что-то очень провальное было с точки зрения, да, все копировали сами знаете кого. Тот факт, что Samsung осталась в старом форм-факторе, сделала какую-то невероятную вещь с их смартфонами. То есть ты берешь смартфон в старом форм-факторе, а он выглядит свежее всего, что есть на рынке. И это очень-очень хорошо. Большой прямоугольник, огромный экран, немножко поменяли расположение камеры и отпечатка пальцев. Итак, давайте я вам быстро расскажу о своих впечатлениях, что, на мой взгляд, важного с точки зрения изменений в Galaxy Note 9. Погнали. Я начну со своей колокольни. Это камера. Многих интересовал вопрос, будет ли в Galaxy Note 9 та же функция, фирменная, которая была доступна в Galaxy S9 и S9+. Я говорю про меняемую диафрагму от 1,5 до 2,4. Да, она здесь есть. Здесь тоже есть этот трудный механизм, который изменяет показатель диафрагмы. То есть это все осталось. К тому же добавились некоторые функции искусственного интеллекта. Смартфон умеет распознавать разные сцены, подстраивать под различные ситуации кадр. То есть фотографии станут еще, ну, немножечко лучше, допустим, чем у Galaxy Note 8. Но второе самое важное изменение оказалось бы очень банальное, но это аккумулятор. Раньше аккумулятор был на 3300 мАч. И все мы говорили, что, ну, наверное, для такого мощного и большого смартфона это недостаточно. Теперь 4000 мАч, и по заявлениям компании этот смартфон будет работать ровно световой день под большой нагрузкой, вообще без проблем, благодаря 10-нанометровому техпроцессу и этому аккумулятору. Это предстоит нам еще узнать, потому что это, грубо говоря, у нас сейчас hands-on, то есть я не знаю, как он работает. Смартфон появится у меня в постоянном пользовании через 2 дня, я буду ходить с ним неделю, буду сравнивать с другими устройствами, и Samsung, и другими. В общем, поговорим об этом. Поэтому вот аккумулятор это та необходимая минимальная мера, ради которой стоило хоть минимум обновить вот Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, чтобы дольше держал. Который год подряд, когда презентуют Galaxy Note серию, мы говорим всегда про S Pen, про их улучшения и прочие вещи. И вот в этом году думаешь, ну что еще можно улучшить у S Pen, да, улучшить количество там распознаваний, либо что еще. Нет, они сделали кое-что другое. Во-первых, у смартфона влагозащита IP68, и S Pen тоже защищен по стандарту IP68. И главное, что теперь они сделали из S Pen как бы универсальный пульт. То есть все вы прекрасно знаете, что смартфоны можно подключать к каким-то другим устройствам, к проекторам, либо же к Dex, либо к чему-то еще. Так вот, теперь при помощи S Pen можно управлять удаленно презентациями, при помощи физической клавиши. Один раз нажимаете, совершаете какое-то конкретное действие, два раза другое действие, к примеру, перелистываете слайд на презентации. Долгое зажатие, вызываете другую функцию. И что самое интересное, это все дело программируется. Здесь возникает вопрос, а как это работает? То есть получается у него есть и аккумулятор, и блютуз. Да, здесь есть аккумулятор и блютуз, сколько миллиампер час здесь аккумулятор вообще не разглашается, но оказывается, когда вы вставляете S Pen в сам смартфон, то он за доли секунды его полностью заряжает. Заряжает этот S Pen и дальше он готов к работе. Вот таким образом компания выкрутилась и сделала из него не только устройство для ввода информации на экране, но еще и для сопутствующего какого-то воспроизведения каких-то функций довольно забавно. Ну, если так поразмыслить, вот у вас стоит задача купить себе самый дорогой смартфон с максимальным количеством функций. Понятное дело, что это будет Galaxy Note, потому что по количеству различных функций и технологий этот смартфон, можно сказать, первый на рынке. Здесь и камера замечательная, и классный экран, и огромное количество программных надстроек и прочих вещей. Наверное, из-за этого полюбили некоторые люди этот смартфон. Вот сейчас даже у меня стоит задача купить себе какой-то Android смартфон. Мы уже с вами посмотрели на Google Pixel 3XL, как он будет выглядеть, посмотрели, что сделала другие компании, там Huawei, Xiaomi, и возникает вопрос. А какой топчик купить себе с зазором на следующий год, на 2019 год, как минимум до выхода Galaxy S10, который покажут в рамках мобильного конгресса в Барселоне? Ну вот как бы аппарат, как минимум на полгода, но, конечно же, я сейчас говорю такие вещи, это очень дорогой смартфон. Сколько он будет стоить, у нас вообще неизвестно, то есть сегодня, возможно, либо завтра огласят цену, мы это все дело узнаем. Но с точки зрения устройства для потребления контента, одна из идеальных вещей, огромнейший экран, к тому же памяти, максимальная версия 512 гигов, и карта памяти еще на 512 гигабайт. Мне трудно представить, сколько будет стоить карта памяти на 512 гигабайт, но сам факт того, что вы можете себе сделать смартфон с терабайтом памяти, и там загрузить огромное количество каких-то фильмов в Full HD, то и в 4K формате, взять с собой его в поездку и наслаждаться там сериалами, что я постоянно делаю со смартфонами, это как минимум интересно. Я сейчас не могу делать никаких выводов по поводу этого смартфона, потому что там вот эти несколько часов, с которыми я провел с этим смартфоном, ну трудно делать какие-то выводы, нужно походить с ним неделю, потестировать, посмотреть, как ведет себя процессор, как ведет себя Android 8.1, который здесь, кстати, установлен, как ведет вся блочка, кстати, будет две версии на 6 гигабайт оперативной памяти, а будет еще смартфон на 8 гигабайт оперативки, и вот тут-то очень неплохо, потому что все вы знаете, что смартфоны Samsung очень любят оперативную память, и 8 гигабайт это неплохо, но это будет версия 8.512, будет ли она продаваться у нас, сколько она будет стоить, тоже непонятно, думаю, что цена будет ого-го-го-го, поэтому останется дождаться его и тоже посмотреть, есть ли разница вообще в производительности 6 или 8 гигов, если вы считаете, что существенная разница будет, напишите об этом в комментариях, почему вы так думаете, может ваш опыт использования Galaxy Note 8 показывает вам, что вам вот не хватает того количества оперативки. И да, чуть не забыл, друзья, наши партнеры, компания Allo проводит конкурс, разыгрываем Galaxy Note 9, я на их канале буду разыгрывать этот смартфон, поэтому по ссылке в описании есть все условия, там нужно подписаться на канал, оставить лайк и комментарий, как всегда, и все, Galaxy Note 9 может быть ваш, поэтому участвуйте в этом конкурсе, благодаря Allo мы сегодня сюда приехали, смотрим на это все дело в числе первых, вот такой вот эксклюзив, хотя, ну, как бы, не могу сказать, что я прям удивлен, как бы, понятное дело, так вот я держу Galaxy Note 8, хороший смартфон, самое главное, что нет вот этого выреза, это уже радует, то, что компания не поддалась соблазну и не начала делать как все, это круто, да, форм-фактор прошлого года, но это даже немножко и выглядит более выигрышно. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, все, кто подписан на телеграм-канал, уже знают, почему это стоит делать, там выходит иногда очень интересная информация. Пока.